Здравствуйте, друзья! Сегодняшнее видео о пустых баночках. У меня их немного, но я решила в этот раз не набирать целую кучу и показать, вот, действительно, что закончилось. Действительно, что закончилось вот буквально недавно. Давайте начнем вот с таких зубных паст. У меня их целая куча. Лизной бальзам я покупала, покупать буду. Прикривать кровоточность десен, да, у меня здесь. Это экстракт коры дуба. экстракт пихты. Две одинаковые закончились, потом лаколюд. Такая специфическая зубная паста. Я привыкла к таким натуральным, мятным, например, что типа, да, а это вот она какая-то действительно такая лекарственная, что ли, лечебная. Поэтому потом вот такая закончилась. ашадент, кардамон и имбирь, тоже такая специфическая, айфортическая. Ну, знаете, такой интересный вкус у нее вот во рту получается. Ну, такой вот, тоже жгущий такой, такой вот, не то чтобы мятный. Ну, в общем, в принципе, мне понравилось. Ну, вот какие-то вот такие вот эти тартар, травы, интересные вообще вещи. Далее. Первый раз взяла вот эти салфетки детские. 50 штук здесь даже осталось, но она не закрылась, и потом уже все. Кто-то открыл. Видите, здесь волосы все. И они, наверное, выдохлись. В общем, мне они не понравились. Как-то вот, не знаю, ну, не нравятся они мне. Пахнут таким каким-то вот запахом сладким, какие какой-то. Я такие вот, наверное, больше стараться покупать не буду. А вот эти вот я хвалила, хвалить буду. Для интимной гигиены я считаю, что две штучки за 41 рубль вполне можно покупать. И я их действительно использую по назначению. Особенно как, например, где-то ты сходил в туалет, в дороге, например, чем сухой вытерется, особенно если менструация у женщины, то очень удобно влаженными такими, чтобы. Я еще хотела показать, думала показывать или нет. Вот такие вот прокладки Always, посмотрите, здесь ночные, здесь получается 7 капель плюс самые длинные впитывающие прокладки Always. Девочки, я такие никогда не видела. Посмотрите, 6 сантиметров. Просто я зашла в магнит, магнита больше не было. Были маленькие, мало капель было, но я мало капель вообще не беру. Но вот такие я тоже никогда не покупала. Мне тут осталась одна. Что я могу сказать? Это, конечно, прокладки бомба. Наверное, вот для рожащих, после родов, очень хорошо вот такие. Они такие вообще большие. Я думаю, можно показать, раз такое видео. Я думаю, мальчики не будут смотреть. Да и, в принципе, мужчина уже должен знать, если он имеет жену, что и как у женщин. Ничего страшного здесь нет. Смотрите, какие они здоровые. Как памперсы. Я, например, своему мужу даже сказала, другую. Ну, там у меня такие прокладки. В общем, кто страдает ночными протеканиями в самый раз. Очень большие. Я не могла удержаться. И вот я очень не думала. Сейчас вот покажу, покажу. Я тех, кто не знает. А может быть, кто-то ищет. На ночь в самый раз, конечно, их одевать. Далее. Стикеры чистоты утенок закончились. Классные, нравятся. Произошел инцидент. Я когда жила с девочками, на квартире снимала, покупала до места. Там такие разные фирмы. Постоянно кто-нибудь дежурил, убирался. И вот смывали вот здесь щеткой, получается, смывали с унитаза. И эту же фигню мне сделал муж. Я была в шоке. Я говорю, как ты мог? В общем, весело, конечно. Ты стараешься, чтобы как-то поддерживать чистоту. А вот так вот люди у меня такая, горе у меня такое, что я с девчонками жила, девчонки смывали ее, что муж мне тоже учидил. Краска без аммиака бьюти с фикс прайса. Хорошая краска, цвет волос, который вы видите у меня, это он. Далее. Универсальное антибактериальное средство от Фаберлик. Для обработки ванной комнаты, кухни, обуви, мест содержания животных. Помпочка слишком тугая, обрызгать мне было неприятно. Где-то у меня еще такая стоит. Очень туго нажимать. И я, в общем, ее заливала, когда мыла полы. Вот, ей мыло. Так, миф, Дэнни. Кстати, Дэнни давно не покупала, была в основном у меня миф. Вот тут взяла Дэнни недавно. Кстати, понравился, вкусно пахнет, такой нежный аромат, одежда хорошо потом пахнет. Гигиенички. Это от Фаберлик у меня. Кстати, классный, классный бальзамчик был, защитный бальзам. Сейчас прочитаю, с чем. Если найду. Ну, в общем, не найду. По-моему, он был с Макадамии и так далее. Вон, я выковырила и обмазала, потому что понравился. Жалко, что закончился. Дальше противогерпесно. Эвалар противогерпесно. Вот там написано. И еще одна, по-моему, тоже противогерпесная. Помада профилактическая, да. Вот это. Дальше соли для оздоровительно-профилактических ванн, магний, йод, бром. Ну, соль как соль, в общем, я ничего не почувствовала за счет того, что здесь такие вот, за что йод, если же хорошо. Просто обычная соль. Вот я не поняла. Соль как соль, быстро растворяется. Помады, кстати. Ну, помады, как помады. Сказать, что они прям лечат от герпеса, поддерживают, я не могу сказать. Все равно бывает, вылазит. Поэтому я просто, ну, на вот такие вот, которые, определенный состав, я сейчас вам просто не скажу. Вот иногда во влоге, когда я буду покупать, что-то могу прочитать. Я сейчас не помню, с чего он сделан. Всякие, ну, обычные там. А здесь же вот какие-то идут масла, и вот эти масла, вот раньше я была, когда в школе училась, всякие вот, покупала Невея и так далее, с малинкой. У меня вызывали аллергию, особенно если на мороз выйти зимой, и влазил герпес. Такая беда была. Далее, миф, плюс глицерин. А, вот, салоя, это мой любимый, именно вот салоя, который, не потому, что он там салоя, или что, просто вот мне нравится им мыть. Далее, масло репейное, эволар, с керамидами и экстрактом овоща, восстанавливает структуру блеска волос. Масло репейное, с мать и мачехой. Вот это понравилось мне очень больше всего. Что такое? Лезет. Больше всего понравилось вот это, классное. А вот это, видите, оно не для укрепления, а вот больше для восстановления структуры. Такие тоже покупать надо, чтобы, получается, питало именно сами волоски, а не корни. Ну, масло как масло. Жалко, что заканчиваются. У меня они заканчиваются очень быстро, я прям обливаюсь, наверное, ей. Мыло Нима, ее вердическое, такое было зелененькое, классное мыло, наносила на лицо. Каждое принятие душем мыло лицом, подсушивает прыщики. Приятный аромат, буду искать, буду заказывать. Я просто влюбилась в эти мыло, мне очень понравилось. Всем могу посоветовать. Далее, мой любимый спрей от Avon, сочный гранатый манго, освежающий, 100 мл. В общем, я вот, это мой самый любимый, у меня уже, не знаю, какой он обычно. Постоянно я его стараюсь заказывать. Хожу, я даже не заказываю, бывает, если сама, прямо вот здесь точка рядом у меня, я там покупаю, чуть дороже. Далее у меня закончился вот такой, она даже у меня не закончилась. Это крем против морщин для кожи вокруг глаз, с органическим маслом Асай. Везде это Асай еще суют. Я его тоже прямо полюбил. Содержит активные органические компоненты, ультра нежная текстура. Приятный такой флакончик, приятно нажимать. Вот, видите, вот так вот, да, очень на столе. Этот, последняя, значит, как я его прикончила, все-таки я его помню. Либо я его прикончила, либо у меня снимался дозатор, что-то вот такое. Знаете, я как-то покупала клеер-он-клеер, или клееросил крема от прыщей. Рюсь! Вот сидит, слушает, у вас она тоже так коты делают. С кем же она ненормальная разговаривает? Устроила тут магазин, блин. Знаете, такой вот, я вот уже показывала, тоже как-то, вот здесь крем, клееросил, по-моему, такой, голубенький, такой, такая, тоже вот такая баночка, голубенькая. Еще я была студенткой, первых там лет, только прям вот закончила школу, и я, вот у меня он ничего не выдавливает, ничего, такой же дозатор, все такое классно, только такие крема появляются в таких дозаторах, мне так все это нравилось, стоит на тумбочке, так удобно, подошел, нажал, вообще очень здорово. И я не поленилась, выпилила, и что вы думаете, там еще столько крема? Или вот столько, да, вот как-то вот, он не выпрыскивает, он оставляет еще много крема, там, я тоже чувствую, что тяжеловато. в общем, минус этих дозаторов в том, что мы всю продукцию не используем, нежели чем вот в этих, понимаете, да? Поэтому, вот в чем минус. Так вот, то ли он у меня залежался, то ли что, но, легкий крем против морщин, создается специально для особенно нежной кожи вокруг глаз, органическое масло сайсбанана, в общем, он стал у меня жечь, кожу вокруг глаз, все завалилось, а это очень плохо. Там срок годности точно не подошел, но, видимо, как-то подпортился. Далее, гель от Эйва, на Черване Востока, бергамот и почули. Сначала я его терла в журнале, я его не поняла, думаю, ну, наверное, на любитель, на любителя, какой-то он такой терки, увлажняющий гель для душа, но потом я в него влюбилась, когда он ко мне пришел с заказом, приятный цвет оранжевый, пахнет вкусно, такой вот реально зимний, просто-просто-просто класс, сам оранжевый, блин, вот, мне очень понравился, жалко, что закончился. Также закончился вот такой гель для душа, гель для душа бодрящий, это с экстрактом эвкалипта, которым я только успела помыться, и потом с утра у меня моется и муж, еще там другим моется, но потом потом тоже в другом расскажу в видео, и я не хочу мыться и пахнуть одинаково с мужем ароматами, поэтому я этот гель отдала ему, и я его, конечно, попробовала, раза три я мылась поначалу, гель хороший, но жалко, что помощнее бы был такой аромат, мне очень хотелось, например, муж у меня и мылся, ничего не такого не сказал, дальше закончился вот такой шампунь для щенков и котят, от эктопаразитов и колтунов, нам уже для котят не надо, нам уже нужен для котов, для кошек, для больших, но закончился, ну, нормальный вроде, далее крем уход для ног, интенсивное питание, 24 часа, понравился крем, приятно пахнет, средняя текстура, то есть не жидкий, не густой, мне нравится, масло облепихи, да, кстати, это от чистой линии, это от татура сибирики у меня, вот она упаковка даже сохранилась, от натуры сибирики тоже с облепихой, и именно сейчас я выдавливала, вот этот тюбик сейчас у меня на руках, кстати, думаю, сейчас похожу дома, пусть увлажнит, а то у меня вот эта вот часть сухая, не знаю, что с ней делать, значит, написано, что питательный, органическое масло, алтайское облепихи, органическое амарантовое масло, и органическое масло, семян клюквы, и за счет того, что здесь масла, он долго липнет, вот, и мне надоел аромат, потому он у меня долго и валялся, то есть лежал, я другими пользовалась, аромат сладкий, и, кстати, нас удивило с мужем, что облепиха, аромат сладкий, да, наверное, за счет того, что присутствуют еще другие масла, поэтому крем для ножек понравился, буду покупать, а этот долго покупать не буду, потому что мне не нравится аромат, очень сладкий, у мужа закончился вот такой парфюмированный гель для душа от Faberlic, это от какая-то, вот там была, значит, есть, наверное, еще туалетная водичка, для мужчин, я в парфюмах Faberlic вообще не разбираюсь, поэтому только вот так, у меня закончилась и такая масочка экстра-алой, хорошая маска, действительно, для полноценного ежедневного ухода, с эффективными компонентами, чтобы не было с улучшением структуры, маска питательная против впадения волос, да, вот так, ну, я пользуюсь много чем, поэтому сказать, что мне помогла вот эта, репей, там, мне помогло, эта маска пятая-десятая, я тоже не могу, потому что пользуюсь много чем, хотя в последнее время я много что сейчас ленюсь и не делаю, вот, например, тот же вот луковый шампунь закончился у меня опять очередной, с репейным маслом, что я заметила в этот раз, хвалила его, конечно, в принципе, я буду его хвалить, но мне в этот раз показалось, что он плохо смывает голову, он-то ее, конечно, смывает хорошо, он прочищает, моет, но волосы на сущий день жирные, вот это, конечно, меня сейчас зацепило, мой любимый лактоцит, это для антибактериальная формула, для антимогены, это, обычно я покупаю другой, а это, по-моему, как легкий, что ли, я покупаю, в общем, вот этот, вот эту вот формулу, покупаю вот оранжевую, а в этот раз купила зеленую, у нас, в смысле, закончилась, но она такая мягкая, действительно, он такой мягкий, такой нежный, ну, тоже нравится, периодически меняю их, но вот этот мне нравится больше, оранжевенький, засып какой-то, брызг, что ты здесь творишь? Далее, закончился, для аппетит марселье, гель для души, экстремягкий, увлажняет, в общем, белый персик, и нектарин, классный гель, суперски просто, ну, обалденный, просто обалденный гель, мне очень понравился, а вот, например, вот этот, апельсин и грейпфрукт, когда я покупала, я не видела, что здесь написано, что это гель пена для души, экстремягкая, да, и она действительно дает пену, и подсушивала кожу у меня, у меня даже кожа чесалась, мне потом приходилось мыться дегтярным мылом, вы знаете, вы представляете, вот так вот, в общем, сушат кожу вот этот, который вот гель пену, вот такая вот ерунда, что ты тут нюхаешь? Брюс, передай девочкам привет, все, дорогие мои девчульки, всем спасибо за внимание, внимание, бог тому, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok,